Новости в эфире. В студии Алмаз Ашим. Здравствуйте. Выпуск начнем с последних данных по коронавирусу. 208 казахстанцев с диагнозом COVID сейчас находятся в тяжелом состоянии. 30 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки в стране выявили еще 813 заболевших. По числу новых случаев лидирует по-прежнему Восточный Казахстан. Там отмечено 170 инфицированных. Не отстают Северный Казахстан и Павлодарская область. В этих регионах выявили 117 и 107 заболевших соответственно. На данный момент лечение от коронавируса продолжает получать почти 12 тысяч человек, среди которых почти 800 дети. Почти в два раза по сравнению с прошлой неделей выросла заболеваемость коронавирусом в Акмолинской области. Только за минувшие сутки там плюс 76 новых случаев COVID. Всего на этой неделе заразились порядка 500 жителей региона. Из-за быстрого распространения вируса и ухудшения педситуации уже с завтрашнего дня по периметру Кокшта установят блокпосты. Накануне главный санврач области подписала новое постановление. Согласно документу ограничат въезд и в Степногорск. В города можно будет попасть только при наличии справки с места работы или направления из поликлиники. В Нур-Султане за минувшие сутки выявили более 70 новых случаев COVID. Общее число инфицированных в мегаполисе приблизилось к 16 тысячам. По-прежнему столица в желтой зоне по заболеваемости коронавирусом. Поэтому в это воскресенье 29 ноября общественный транспорт вновь приостановит свою работу для проведения дезинфекции. С понедельника автобусы продолжат курсировать в обычном режиме. Некоторые послабления карантина жители Нур-Султана почувствуют уже завтра. В эту субботу впервые за долгое время столичные ТРЦ вновь будут открыты для посетителей с 10 утра до 8 вечера. Работать им разрешили при строгом соблюдении правил безопасности. Согласно постановлению главного санврача мегаполиса заполняемость не должна превышать 30%. Однако аттракционы, детские игровые центры, кинотеатры, фудкорты останутся закрытыми. При нарушении этих правил торгово-развлекательным центрам вновь запретят работать по субботам. В воскресенье они по-прежнему будут закрыты, за исключением расположенных в них аптек и супермаркетов. Тем временем число зараженных коронавирусом в мире превысило 61 миллион. Лидируют по числу инфицированных по-прежнему США. Там свыше 13 миллионов случаев ковид. Следом идут Индия и Бразилия. Между тем, эксперты ВОЗ заявили, что в год от недостатка физической нагрузки умирают до 5 миллионов человек. Согласно данным организации, 80% молодежи и 25% взрослого населения испытывают нехватку физической активности. Информация становится особенно актуальной на фоне изоляции и локдаунов. В связи с этим ВОЗ советует взрослым уделять физическим нагрузкам от 2 до 2,5 часов в неделю, подросткам 1 час в день. Физическая активность поможет избежать многих заболеваний, улучшить работу мозга, а также укрепить иммунитет, что немаловажно во время пандемии. Власти Пакистана вновь вводят новые ограничения из-за ковид. Там закрывают все учебные заведения до 10 января. Кроме того, ужесточают правила работы торговых центров и рынков. Такое решение принято на фоне роста заражений коронавирусом. Запретили в стране и проведение массовых митингов и демонстраций. Напомню, на сегодня в Пакистане подтверждено свыше 382 тысяч случаев ковид. Свыше 7 тысяч человек стали жертвами вируса. В октябре к нам в сутки обращалось от 10 до 14 пациентов с коронавирусом. Сегодня их уже в среднем 70. Я призываю людей носить маски и пользоваться дезинфицирующими средствами для рук. Это самый простой способ остановить инфекцию. Нам тяжело дается изоляция. Предыдущий карантин сильно ударил по нашему бизнесу. Продажи упали. Правительство снова ужесточает ограничения. Теперь мы должны закрываться в 6 вечера. Именно в это время у нас самые оживленные часы торговли. А в Южной Корее резкий рост случаев заражения коронавирусом. Если в среду тест на ковид был положительным у 382 человек, то в четверг это число увеличилось на 200. Выявили свыше 580 инфицированных. Власти страны уже назвали вспышку третьей волной пандемии. И если очагом первой волны был небольшой город Тегу, то третья опасна тем, что распространяется она в густонаселенном Сеуле. В столичном регионе уже введен второй уровень социальной дистанции. Наш корреспондент Владислав Цой побывал в одной из сеульских школ и узнал, как там соблюдают меры предосторожности. Начальную школу Хансан посещают ученики с 1 по 6 классы. С 24 ноября в Сеуле действует второй уровень социальной дистанции. При таком уровне разрешают поочередно заниматься только трем классом. Каждый класс два дня в неделю учится в школе, остальные три дня онлайн. За здоровьем учеников и их родителей следят с помощью специального приложения. Сегодня в школу пришли вторые, пятые и шестые классы, поэтому сначала я по спискам обзваниваю родителей вторых классов. По телефону договариваемся, что они пришлют данные, затем я перехожу к следующим классам. По результатам такой работы обычно до 10 уже собраны все данные. Профилактика коронавируса начинается при входе в школу. Дистанция между учениками 2 метра. Нужно продезинфицировать руки. Если у ученика высокая температура, то его изолируют в специальном помещении. Если у школьника обнаружат симптомы инфекции, то вызовут родителей и экстренную службу. Затем отправят ребенка на проведение теста на COVID-19. За соблюдением всех правил профилактики коронавируса следит школьный инспектор. Даже в туалет нельзя заходить двум ученикам одновременно. Нужно занять очередь. При этом дистанция между школьниками должна быть не меньше метра. В школьной столовой тоже нельзя сидеть друг напротив друга. Каждому учителю и ученику выдают антиковидный набор. Звучит специальный звонок, и школьники обрабатывают дезинфектором руки и парты. Учителя приходят в школу каждый день. И онлайн-уроки, и обычные занятия они проводят в кабинете. Мне больше нравятся обычные занятия. Например, физкультура и рисование больше подходят для проведения в школе. Но все зависит от материала и способа проведения урока. Сегодня в онлайн можно проводить любые предметы. К тому же в Корее развиты IT-технологии, и с интернетом проблем нет. В Корее во время пандемии родителям предоставляют отпуск по уходу за ребенком, чтобы они могли помочь своим детям заниматься онлайн. Отпуск по закону должна оплачивать компания-работодатель или госорганизации, в которых они работают. Многие папы и мамы пользуются этим правом. Но те, кто не желает сидеть дома, приводят детей в школу. И здесь для них работает кабинет для онлайн-занятий. Если в школе обнаружат хотя бы одного заболевшего, то она обязана закрыться на две недели. Если в нашем районе будет много инфицированных, то это не влияет на закрытие школы. Но мы переживаем за безопасность. Поэтому в школе два этапа соблюдения безопасности. Посторонние не смогут попасть в здание. Приходят только ученики, которые по результатам самодиагностики не имеют симптомов. Пока ученики чередуют обучение в школе и онлайн-уроки. Но если в течение трех дней ежедневно будут выявлять больше 800 зараженных, то все школы Сеула закроют, и учеба снова продолжится дома. В Украине ежедневно обновляются коронавирусные антирекорды. За сутки инфекция подтвердилась у более чем 15 тысяч человек. В больницах не хватает мест. Койки на 95% заняты пациентами с ковид. Растет число заражений среди детей. Местные власти пытаются остановить вспышку и ввели так называемый карантин выходного дня, когда в субботу и воскресенье закрываются спортзалы, рынки и общепиты. При этом правительство Украины не исключает возможности введения полного локдауна на новогодние праздники. Ухудшается и экономическая ситуация в стране. По официальным данным, количество безработных превысило 1 миллион 700 тысяч человек. О введении более жестких мер в настоящее время речь не идет. Но мы понимаем, конец декабря и начало новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И это может значительно подтолкнуть болезнь, чего наша медицинская система может не выдержать. В Германии ужесточили масочный режим и настоятельно рекомендовали гражданам поменьше контактировать с другими людьми. В стране продлили действия локдауна, но впереди Рождество и Новый год. Однако, учитывая ограничения, смогут ли немцы отметить эти праздники? Подробно об этом наш корреспондент. Почти все рождественские ярмарки отменены. Не будет и главной вечеринки в центре Берлина. Обычно здесь, на Бранденбургских воротах, 31 декабря, собирались десятки тысяч человек, чтобы вместе встретить наступающий. Но в этом году из-за пандемии все массовые мероприятия под запретом. Власти уже объявили, что большого салюта ждать не стоит. Однако, в частном порядке запускать фейерверки можно. Но одной традиции изменять не стали. Накануне в Берлине, напротив бранденбургских ворот, символа немецкого единства, установили главную елку. Загорелись огни и атмосфера на площади сразу же изменилась. Мы настроены оптимистично и постараемся отметить праздники наилучшим образом в кругу друзей. Ведь, тем не менее, можно гулять по городу и наслаждаться иллюминациями, которые зажглись по всему Берлину. Среди хороших новостей то, что жителям Германии дадут отпраздновать Рождество и Новый год. Несмотря на локдаун, собраться в кругу семьи будет возможно. С 23 по 30 декабря немцев ожидают небольшие послабления. В эти дни будет разрешено встречаться компаниями до 10 человек. Сейчас же собираться вместе могут максимально 5 человек из двух домохозяйств. Кого-то эта новость обрадовала. Но есть и те, кто считает, что карантинные меры на праздники нужно ужесточить. Я думаю, нужны более жесткие меры. Я вижу, что взять под контроль ситуацию не получается. Лично я хотела бы, чтобы в декабре ввели полный локдаун. Чтобы закрыли абсолютно все и начать Новый год с меньшим числом инфицированных. Я считаю, что меры преувеличены. И скептически отношусь к локдауну. Помог ли он, мы увидим спустя время. На данный момент, я думаю, что к гастрономам можно было бы разрешить работать. Ведь они разработали концепцию безопасности. Политики хотят предотвратить любые вспышки коронавируса на праздники. По этой причине все крупнейшие рождественские ярмарки в Германии отменены. Но власти столицы предлагают альтернативный вариант бизнесменам. Установить ларьки в разных точках города. Там можно будет купить как сувениры, так и еду на вынос. Если такая концепция устроит торговцев, то жители Берлина смогут в преддверии Рождества отведать свои любимые лакомства. Шолпан Айманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар 24, Германия. К другим темам в Нью-Дели не утихают споры между чиновниками и экологами о причинах смога в индийской столице. Городские служащие настаивают, что воздух грязный из-за сжигания сельхозотходов в соседних штатах. Однако у экологов другое мнение. Они уверены, что всему виной большое количество автомобилей, угольные электростанции и непрекращающиеся стройки в Нью-Дели. По словам экологов, все это должны контролировать местные власти. Жители мегаполиса также ждут от чиновников решительных действий. Надо снова ввести ограничения на поездки машин по четным и нечетным дням. Этим правилам должны следовать и такси. Кроме того, нужно больше электрических автобусов. Когда власти их закупят? По меньшей мере, два индийских солдата погибли от нападения боевиков в Кашмире. Сообщается, что военнослужащих обстреляли на окраине города Сринагар. Во избежание жертв среди мирного населения военные воздержались от ответного огня. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку. В Аргентине похоронили Диего Марадонну. Легендарного футболиста в последний путь провели десятки тысяч человек. Церемония проходила за закрытыми дверями. Дань уважения Марадоне отдать пришел президент Аргентины Альберто Фернандес. На гроб он положил форму клуба аргентинских юниоров, который когда-то воспитал одну из ярчайших звезд мирового футбола. Вместе с Аргентиной память легенды почтили во всем мире. С минутой молчания вчера начались все матчи Лиги Европы. Так, игроки Наполи вышли на поле в фирменных голубо-белых футболках под номером 10, который когда-то прославил Диего Марадонна. Аргентинец вошел в стан неаполитанцев в 1984 году и вместе с командой выиграл два чемпионата Италии, кубок и суперкубок страны, а также завоевал кубок УЕФА. Перед стартовым свистком тишина воцарилась на стадионах Великобритании, Испании и Германии. Во всем мире в память о футболисте появляются его портреты. Люди приносят цветы к местам, где когда-то вступала нога Марадоны. Тяжело переживающие боль утраты фанаты с трудом сдерживают эмоции. Много эмоций, его знал весь мир. Спасибо Богу за то, что когда я ездила в другие страны мира и говорила, что из Аргентины люди сразу говорили мне в ответ Марадона. Нет никого, как Марадона. Я плачу со вчерашнего дня. Мы опечалены, но мы вспоминаем его с улыбкой. У него было много эмоций, страсти, силы, потому что он был аргентинцем. Все, даже его враги, вспоминают, что он был человеком, без ума влюбленным в футбол. Еще раз повторюсь, прощальная церемония с национальным героем Аргентины проходила за закрытыми дверями, но толпа во что бы то ни стало пыталась прорваться к кумиру. Из-за возникших стычек церемонию пришлось прервать. Фанаты стали бросать в правоохранителей бутылки и камни. Полиция ответила слездачивым газом. И легенду придали земле на кладбище, где покоятся его родители. Процессию охраняли сотни полицейских. Сейчас реклама небольшая, а после нее мы вернемся и продолжим выпуск событиями из Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok Вернемся к событиям в Казахстане. Восемь человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Талдыкургане. Трагедия произошла накануне вечером. Дом почти полностью разрушен. Сообщается, что среди пострадавших трое детей и все они доставлены в больницу. По последней информации, состояние четверых человек оценивается как крайне тяжелое. На место происшествия были направлены 8 бригад скорой помощи, пожарные, полицейские. По предварительной версии, газ баллон сдетонировал, находясь рядом с печью. Аграрии Уджарского района Восточно-Казахстанской области не могут полностью освоить орошаемые земли. В этом году из-за нехватки воды труженикам села Шолпан по сравнению с прошлым годом пришлось сократить пассивные площади в три раза. В основном жители, занимающиеся выращиванием дыни и арбузов, получают поливную воду из Каракольского водохранилища. Его строительство началось еще в 80-х годах прошлого века и осталось незавершенным. Сейчас из-за этого орошаются лишь 500 гектаров земли в селах Таски-Эскен, Шолпан и Караколь. К разработке проектно-оспектной документации специалисты приступили еще два года назад и заверили, что в 2021 году вопрос будет решен. Но сдвигов пока никаких нет. В профильном комитете Министерства экологии на наш запрос пока что не отреагировали. Вот уже 30 лет, как ждем их обещания по строительству объекта. Фермерам приходится выкручиваться. Проблему мы поднимаем ежегодно и ждем действия местных властей. Но никаких решений не принимается. И повторю данные по коронавирусу. 208 казахстанцев с диагнозом COVID сейчас находятся в тяжелом состоянии. 30 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки в стране выявили еще 813 заболевших. Лидирует по числу новых случаев по-прежнему Восточный Казахстан. Там отмечено 170 инфицированных. Не отстают Северный Казахстан и Павлодарская область. В этих регионах выявили 117 и 107 заболевших соответственно. На данный момент лечение от коронавируса продолжает получать порядка 12 тысяч человек, среди которых 800 дети. Продолжение следует... Исключение только новогодние и рождественская ночи. Также запрещены регулярные международные перевозки, кроме такси и автомобилей. Закрываются спортзалы, бассейны, культурные заведения и художественные кружки. Рестораны и объекты питания будут работать только на доставку. Все культурные мероприятия должны перейти в онлайн формат. В 8 крупных городах, включая столицу, запрещено движение городского транспорта. Прекращаются работы всех торговых объектов, кроме объектов первой необходимости. Все образовательные учреждения, кроме медпрограмм, полностью переходят на дистанционку. Горнолыжные курорты в этом сезоне не откроются. В конце января вводимые сейчас ограничения должны дать результат. Суточный показатель инфицирования коронавирусом предположительно сократится вдвое. Основное назначение этих ограничений – остановить быстрый рост инфицирования. Результат должен появиться в течение 10 дней, 2 недель. Установить ограничения одно, а выполнить другое. Если мы все вместе – государство, врачи, общество – будем едины и солидарны, и будем действовать так же, как и весной, то добьемся результата. В Чехии заработал мгновенный тест на коронавирус. Специалисты-ветеринары подготовили собак, которые смогут определять наличие вируса. Лохматые эксперты будут нести службу в Пражском аэропорту. До этого они проходили специальное обучение и переподготовку. На новую должность проходил настоящий экзамен. В Чехии выбирались самые лучшие. Наш корреспондент Александр Гресс познакомился с победителями. Тренировки на свежем воздухе для этих четырехлапных экспертов совсем скоро сменятся службой в элитном подразделении, а вольеры в окрестностях Праги – боксами в аэропорту. Хмара – один из немногих счастливчиков, кому удалось пройти все испытания и оказаться в первой группе ковидных аналитиков. Позади себя опытный пёс составил более 30 кандидатов из различных кинологических команд Пражского округа. Всего же в компанию лохматых спасателей из 160 кандидатов были отобраны всего 6 псов. В носу пса 300 миллионов рецепторов, отвечающих за анализ веществ в воздухе. Для сравнения у человека только 5 миллионов подобных рецепторов. Конечно, собаки не смогут заменить медицинский тест на ковид, но они определяют, что человек нездоров. Больное тело выделяет специфические запахи. Мы дали понять нашим воспитанникам, какой именно соответствует ковид-19. И теперь хвостатые знают, как пахнет человек с наличием вируса в организме и смогут его выделить из толпы. Заключительные этапы тренировок поистине были сродни боевой подготовке. Финалистам приходилось работать с вирусом напрямую. Псам давали изучить около 20 предметов, два из которых были обработаны вирусом ковид-19. Из-за повышенной опасности кинологи в таких условиях работали в полной защитной экипировке, а из тренировочного зала были исключены все посторонние. Только эксперты после такой проверки каждого из экзаменуемых пришлось проверять еще раз, уже ветеринарам. До последнего существовала вероятность передачи вируса самим собакам. Опасения были напрасны. Абсолютно все добровольцы оказались здоровы. Многих собак нужно было обучать заново, менять спектр их работы. Подходила не каждая порода. В итоге была разработана отдельная программа. Питомцам давали понюхать подковидных больных, помещенных в специальный стерильный контейнер. Такую модель обучения использовали наши коллеги в Финляндии. Результат превзошел ожидания. Наши воспитанники указывают теперь на больных еще до развития у них симптомов ковида. Качество такого теста не менее 85%. В свой первый наряд лохматые эксперты выйдут уже в январе 2021 года. Место работы – Пражский аэропорт, наиболее важный объект в условиях пандемии. Служебные собаки будут дежурить в несколько смен, встречая как пассажиров с рейсов, так и изучая их багаж. В случае обнаружения подозрительного гостя, пес подаст сигнал кинологу. Планируется, что следующим местом, куда заглянут хвостатые, станут чешские дома престарелых. А количество подобных ковидных аналитиков будет увеличено. Александр Гресс, Дмитрий Лукша и Павел Невит, Хабар 24, Чехия. Британских Санта-Клаусов учат поздравлять виртуально. От традиционного посещения в этом году придется отказаться из-за эпидемии вируса. Одно из лондонских агентств развлечений предлагает британцам альтернативу рождественского поздравления. В течение месяца юные пользователи могут смотреть видео, слушать песни на специально созданном портале, а также позвонить Санта-Клаусу по видеозвонку. Отмечу, общенациональный карантин в Британии продлится до 2 декабря. В стране сейчас закрыты бары, спортивные клубы, салоны красоты, парикмахерские, все магазины, кроме продуктовых. Эпидемия не изменила дух Рождества. Есть люди, которые все так же хотят пообщаться с Санта-Клаусом. То, что мы в этом году не можем сделать это традиционно, не лишит нас самого праздника. Санта по-прежнему и, возможно, даже больше, чем когда-либо, нужен детям. В первую очередь это касается детей. Они не должны быть лишены праздника. При помощи портала Санта может поздравить любого желающего ребенка со всего мира. Финал Junior Eurovision в этом году в связи с пандемией коронавируса пройдет в онлайн-формате 29 ноября. Но голосование за участников начнется уже завтра в час ночи и продлится оно вплоть до самого конкурса. На пресс-конференции, посвященной участию нашей страны, Каракат Башанова рассказала, что постарается представить нашу страну на высшем уровне. Председатель правления агентства Хабара Ерлан Бекхожин призвал всех проголосовать и поддержать Каракат Башанову. И оценил шансы Казахстана на победу как очень хорошие. Вспоминаю историю с Ержаном Максимом, когда он в прошлом году, вы помните, он занял второе место. И что интересно, профессиональность жюри дает ему первое место. Мы, казахстанцы, его опускаем на второе место. Просто элементарно не хватило голосов. Поэтому обидно. И у нас, к сожалению, так часто бывает, если появляется у нас какой-то талантливый ребенок, мы все восхищаемся, гордимся. А вот когда наступает конкретная ситуация, когда надо помочь, все надеемся друг на друга. Но, к сожалению, это не работает. Поэтому мы опять призываем и просим подключаться к голосованию, поддержать нашу девочку. А сейчас наш эфир продолжит брифинг службы центральной коммуникации.